Здравствуйте, это координатор Центра по мониторингу ковид. Скажите, как вы себя чувствуете? Температуры нет? От 20 до 40 звонков в день совершает Виктория за свою 8-часовую рабочую смену. По другую сторону трубки, болеющие ковид на дому, а также те, кого продолжают наблюдать после выписки из госпиталей и ожидающие результатов тестов. Волонтеры как раз сообщают, отрицательные они или положительные, и интересуются состоянием пациентов. Каждый человек разный, нужно найти к каждому подход. Конечно, мне нравится то, что я помогаю людям, что приношу какую-то пользу. Мы курируем и обеспечиваем методическое сопровождение. Не только мы сопровождаем пациентов, но и наших медиков. В тех случаях, когда необходима коррекция медикаментозной терапии, в тех случаях, когда необходим забор дополнительных обследований, анализа крови, биохимического анализа крови, дополнительных методик обследования. Поэтому, вот видите, у нас не только ведение пациентов, но и методическое сопровождение наших коллег. У каждого волонтера есть куратор. Если требуется консультация более квалифицированного специалиста, последние тут же берут решение задачи на себя. Вам дышать трудно? Полный вдох сделать или частота дыхания увеличивает? Полный вдох. Когда дыхание задерживаете, кашель появляется? По результатам такого общения здесь решают, нужен ли пациенту визит врача на дом или больному требуется госпитализация. Доверяют пару студентам-волонтерам и больных пневмонией на дому. Но лишь тех, у кого небольшое поражение легких. Остальных мониторят практикующие медики. К слову, если пару дней назад в день врач консультировала по 50 человек в крае, сегодня уже 82. Некоторым приходится звонить несколько раз за смену. Ведь состояние больных вирусной пневмонии может резко ухудшиться. И этот момент нельзя упустить. Нам нужны помощники. У нас растет заболеваемость. Мы не можем обхватить всех. Они хорошо работают. Они поняли суть, что надо. Они очень четко выслушивают. Я наблюдала за работой наших помощников, медиков. Я обращала внимание, как работает медуниверситет. Вот первый курс молодцы. Очень ответственный. Четвертый курс. Пока волонтеров только шестеро. Но в центре мониторинга надеются, что их число увеличится после каникул. Ведь медики сейчас нарасхват. И рук просто не хватает. Помощь и такой тандем образования и практического здравоохранения на сегодняшний день – это то решение, которое нам помогает качественно оказывать помощь пациентам и в некоторых ситуациях спасать жизнь. Татьяна Голубева, Андрей Печеркин. День с толком.